вот еще одно видео по поводу братан снимая видео как ты обжигаешь и коря где ты их берешь пожалуйста написал этот комментарий сергей юрченко ну вот специально для него я вот остановлюсь на якорях правда я говорил немножко о них в видео обжиг проводов обжиг меди азы так вот вот эти якоря мне дает мой знакомый он начальник на металлоприемники у нас с ним уговор что я ему просто обжигаю их я их не разбираю я просто обжигаю его ребята которые у него там трудятся они их разбирают делаю я это за 40 процентов от стоимости меди на этих роторах чтобы было понятно вот 10 килограмм этих якорей в среднем содержит примерно два с половиной килограмма меди вот за 40 процентов от стоимости этих двух с половиной килограмм я обжигаю 10 килограмм движков вот я уже положил их в плошку утятницу так называемую печурка уже разогревается время у меня сейчас 11 копейками дым мой никому не мешает сам можно же посмотреть как там у меня огонек беру вот эту плошку вот таким вот образом довольно тяжелая процедура во что-то она там уперлась видите что она немножечко сопротивляется мою дверочкой так вот задвинем сейчас надо подкинуть еще дровишек штек по краям обложить чтобы сейчас вот вот эти дрова когда прогорят было еще некое количество топлива но дров я имею ввиду чтобы не получилось так что к утру когда я снова сюда приеду эти якоря возьмут и просто остынут и немножко не догорят у меня было так такое пару раз вот может сейчас видно видите у меня сдвинулась крышка сейчас я попробую так вот показать это вот вот так не надо оставлять то есть у меня она немножко сдвинулась вперед так как у меня подсос воздуха идет в районе в районе вот вот этого отверстия то есть с этой стороны то лучше пусть щель будет там в глубине туда кислород вряд ли доберется поэтому немножечко нужно сдвигать чтобы прикрыть ее здесь а там пусть горит так дровишки дрова нынче сухие довольно хорошо горят длинная ну и турбонаддув сейчас надо включить чтобы она разгорелась сейчас большая масса металла появилась холодного и пламя затухла я думаю сейчас я такой поднесу видно я думаю что печурка разгорается поддувала открыто на максимум сейчас как пойдет разогрев хороший уже тогда отключусь так печурка проверим тут уже все пылает вот как вы можете наблюдать здесь уже появляется дымок сейчас еще я думаю подожду минут десять чуть-чуть печурку прикрою чтобы вам видно было где-то вот так вот оставляю щель в сантиметр прошло порядка семи минут что-то здесь как-то все медленно горит подложим немножечко дровишек в самое начало дровишки сухие горят быстро вот это из моей новой мастерской это раньше были вешалки видимо хозяин этого гаража имеет еще помимо гаража магазин видимо одежду продает и у него вот таких вот поломанных вешалок там просто куча была как пластиковых так и так и деревянных пока прикроем надеюсь еще пяток минут и начнет плавится лак так прошло уже минут 15 не еще тут конь не валялся сюда вроде горит толку мало не получается у меня показать самое начало как когда только начинает гореть начинают гореть ротора запухаю еще чуть-чуть боекомплекта да жалко какие-то газы появились что-то он вроде как схватывается зеленый зеленый вот дымок вот начинает идти видите значит еще минутки 3 и пойдет успею посмотрим что у нас тут получилось вот как вы видите уже вот пытается загореться так как немножечко помочь надо огню это вот уже значит что начинают начинает прогорать лак могу приоткрыть вот видно что уже все взялось закрываю все пусть вот это тут так вот горит закрываем печурку уже как бы я показал именно тот момент что уже начинает браться и теперь я прикрываю поддувала так чтобы поменьше кислорода туда попадала и как вот можете видеть она не вертикально стоит ножка по дух под углом в меньше кислорода туда попадала и дольше печка горела завтра я приеду и покажу результат как обгорели эти якоря ну что ребят я вам могу сказать вот я только приехал только вот включил свет ничего ничего не делал хочу сказать что здесь жара стоит такая некислая видимость печурка долго еще грелась мы посмотрим на результат так включая свет чтобы лучше было видно и посмотрим что здесь вообще у нас произошло движки вот в таком состоянии это по краям пластмасса или что это лак вылез и сейчас посмотрим у меня есть такое предположение что они не прогорели да совершенно верно не догорели да они прилипшие это значит что они не прогорели фальстарт слишком сильная прикрыл поддувала ничего страшного этом нету не очень приятно конечно но такое иногда тоже случается все укладываем назад снова раз поджигаем печку раз уж так получилось что приходится мне почистить печурку расскажу как я это делал снимаю первым делом вот эту подставочку и просто выгребаю весь этот хлам который у меня тут нагорел довольно пыльная процедура вы видите вчера не догорели эти деревяшки сильная прикрыл поддувала поэтому печка и затухла она когда почищенная тогда довольно неплохо справляется с этой задачей в инструкции к этой печурке написано что не нужно выгребать полностью весь пепел дабы стенки не были голые так как надо чуть-чуть оставлять сейчас нужно прыгать пробежаться магнитом собрать все гвозди которые тут в нишах лежат пепел надо будет час еще разок отсортировать у меня опять сегодня время позднее сегодня вот в топочку пойдут вот эти дровишки печурка чистая возьмется легко тем более жарко сегодня кинем немножечко наших самодельных опилочек поджигаем вот так я поджигаю я уже рассказывал про это так вот положим еще деревяшечку это где у меня здесь надо первым делом речь валяется так вот я заложил печурку включаем турбонаддув на полную открываем и так ждем 10 минут так очередное включение я пересортировал немножко магнитом пепел накопилось у меня вот столько вот гвоздей всяких петли там у меня попадались брал я вот этот вот лоток но подготовил дровишки вот что у нас тут происходит здесь у нас уже огниво такое неплохое дрова горят не то что вчера еле еле умирали так как уже печурка разогрелась поместим наш боекомплект настоящий боекомплект не это не суйте никогда так как у нас тут все хорошо подгорит мы сейчас еще подложим как-то горячего вот такое вот фигню надо закинуть кукушкой не махать видно было дотронулся все это закидаю все но тут горит как только печку открыл газа хорошо устремились в трубу слышно как она трещит сейчас роторов где-то килограмм я думаю около семи минут тридцать уже двадцать это все дело разогреется вот так я сделаю сегодня хотя бы успеть ждем вот тут у нас уже видите как все пылает лекаря уже взялись вот до такой степени нужно было мне вчера разогреть вот оттуда из самых закромов вытаскиваю как горячо то я напомню у нас лето на дворе сегодня второе число вот щели больше меньше когда вот но вспыхи не вспыхивает это плохо может пыхнуть это надо поджигать обязательно короче говоря чтобы печка не горела просто так еще подкинем дровишек и все хрена так вот их обжигает так и оставлю короче говоря пусть она дожигает все эти дрова возле печурки главное чтобы ничего такого не было шум может воспламениться и теперь вот завтра приеду посмотрю что у меня тут получится ну и вам соответственно покажу на сегодня как бы я поехал опять у меня время тут 12 час наступил третий день сегодня я приехал пораньше как вы видите солнышко пробивается и вот посмотрим результат второго обжига сегодня как видите движки такие я бы сказал бы не прицепленные друг другу они легко поднимаются это уже хороший признак и вот фокусировочку все есть как видите обжигается так что колодки не колодки а всех обмотки двигаются двигаются а вчера это был такой двигатель который попробую его еще сдвинь я их вот так вот постукиваю чтобы обмотки влево вправо побегали как видите даже коллектор начал шевелиться ну я думаю вот это вот видно очень хорошо дальше уже дело техники кто как это все разбирает ребята на металлоприемнике турбинкой вот так проходит по вот этой части коллектор сбивают молотком получается вот этот кусочек и вот этот весь стаканчик выходит разом ну вот еще могу какой нибудь вот такой двигатель вроде как кажется что он не обжегся ну давайте мы его постучим немножко я уже чувствую что вот эти обмотки начали шевелиться как видите вот штырь вылез штырь залез то есть шток уже вот этот центральный бегать начал насчет обмоток сейчас мы их простучим вот это все вот эти обмотки чтобы освободились ну и возьмем какую нибудь одну вот одну нитку попробую сейчас натянуть может получится ее достать подвинем их нет она так натянута довольно сильно и вроде сейчас получится вот она пошла вылазить но она там заклинило дальше как вы видите я довольно сильно тяну ниточку но она не рвется вот это самое главное этих движках попробую с другой стороны подойти к вопросу вот у меня начали распускаться обмотки ни к чему это не привело но у меня нету такой задачи расшевелить их это не мои двигателя и коре не мне их разбирать так я их могу немножечко поколотить показать что вот обмотки все шевелятся вот как вы видите обмотки все целиком шевелятся здесь кстати говоря это какой-то двигатель с печки автомобильной он довольно легко вот он разматывается вот таким образом не буду это делать можно взять какой-нибудь любой еще двигатель вот допустим этот даже подшипники подшипник даже остался в рабочем состоянии не он лопнул посмотрите а не он не лопнул это его турбинкой так разрезали вот еще по ротору по центральному заехали даже подшипники даже могут оставаться живыми ну и вот как вы здесь можете видеть качается качаются все обмотки вчера вот этот вот двигатель еще такой неприступный был посмотрим что он сегодня скажет вот этот хруст обмоток вот тоже зашевелились не знаю как на камеру сильно это видно но вроде должно быть видно я же вижу как они шевелятся ну вот это у меня уже готовые двигателя примерно как то вот так все все здесь у меня в порядке тоже все хрустит шевелится все это видно теперь что мне осталось сделать это наполнить эту плошку снова следующей порции я надеюсь рассказал я все полностью вот такие еще стартера вот так кому ролик понравился не забывайте поставить лайк кому не понравился напишите почему не забудьте поставить дизлайк а то напишите почему поставили и забудете дизлайк поставить пишите не бойтесь критики я не боюсь любое мнение мне интересно всем удачи до свидания не забывайте подписываться кое-как до свидания до свидания Продолжение следует...